Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск и мы расскажем вам о ДТП, в которое попала Ольга Бузова. Ольга и ее подруга передвигались на автомобиле по Москве. Обычно Бузова сама ездит за рулем шикарного белого Мерседеса, но в этот раз она пересела на пассажирское сидение. Из-за простуды и головокружения она решила не рисковать, а прокатиться на автомобиле своей подруги. Вот что рассказал журналистам сотрудник ГИБДД, который оформлял это ДТП. На улицах города вчера было очень много ДТП, мы выезжали раз в 12. И вот на пульт звонит перепуганный женский голос, который всем нам хорошо знаком и называет координаты аварии. Мы приехали на место и увидели Порш Каен, врезавшийся в столб. В нем сидели две красавицы, одна из которых ведущая дома два. Бузова была напугана, но все равно старалась улыбаться. В основном говорила она, а подруга молчала. Девушка подвозила Бузову до дома и налетела на жуткий гололед. Несмотря на шипованную резину, автомобиль сильно закрутило, а затем занесло на обочину прямиком в столб. Хорошо, что во время столкновения обе девушки были пристегнуты, поэтому они отделались легкими травмами. Сработали подушки безопасности, Бузова получила ушиб плеча, а ее подруга носа. Так как оформление ДТП дело долгое, то Бузова отправилась на такси. Она была простывшая, плохо себя чувствовала. Мы не возражали, потому что машина оформлена не на нее и в страховку она не вписана. Водитель такси отвез Бузову в травмпункт. Там ее осмотрел врач. Он не нашел поводов для опасения и отпустил девушку домой. Но в ближайшее время Бузовой рекомендовали пройти осмотр на аппарате МРТ. Представитель Бузовой Антон Богославский рассказал журналистам, что Ольга нормально себя чувствует и продолжает работать в обычном режиме. В последнее время про Бузову очень много новостей, и непонятно, какие истории настоящие, а какие придуманы ее пиар-менеджерами. Если так будет продолжаться, то скоро никто ничему не будет верить. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.